Лечение акне при помощи Барбариса Вы наверняка много слышали о традиционной китайской медицине, основанной на траволечении, и гораздо меньше о травах, используемых в Японии. Есть такой корень под названием резомокоптидис, который, похоже, обладает теми же противоугревыми свойствами, что и препарат Акютен, известный своими побочными эффектами, который был снят с продажи. Однако у этого корня тоже есть побочные эффекты. Один бедняга использовал этот корень для чистки кожи и только навредил себе. Считается, что активный противоугревой компонент этого корня – это берберин. Но, возможно, тот же активный компонент можно найти в менее опасном растении. Да, по всей видимости, такое растение – барбарис. Возможно, вы запомнили, что барбарис содержит больше всего антиоксидантов среди всех видов сухофруктов. Его можно найти по невысокой цене у ближневосточных бакалейщиков, где его используют в приготовлении особого персидского блюда с рисом. Его вкус описывают как «приятно кисловатый». Доктора используют это выражение, когда хотят сказать «кислый». Я люблю посыпать этими ягодами овсянку просто потому, что они вкусные. Но очевидно, что на протяжении тысячелетий они играли заметную роль в траволечении в разных странах мира. В фармакологическом справочнике барбарису дается колоритное определение – травяное средство, которому нельзя найти какого-либо применения во благо человечества. А на мой взгляд, это неплохая специя. В чём основная проблема литературы по фитотерапии? Она заключается в том, что к каждому растению прилагается немалый список традиционных способов применения, но при этом почти или совсем не даётся сведений, научно подтверждающих эти факты. А те сведения, которые приводятся, проверены либо в искусственных условиях, либо на животных. Поэтому едва ли их можно использовать в медицине. И в самом деле, так ли это важно? Провоцирует ли барбарис менструацию у морской свинки? А если и важно, то разве что для самой морской свинки. К сожалению, фармацевтические компании только тем и занимаются, что вводят препараты на основе трав к пенис и кроликов в надежде изобрести очередную виагру. А исследования действия этих препаратов на людей, если и проводятся, то слишком редко. Такие исследования в пробирках и чашках Петри проводятся долгие годы. Они предполагают противораковое действие барбариса на раковой клетке человека, согласно проведённым в лаборатории исследованиям. Или противоугревой эффект этих ягод на примере хомячков. Но до сих пор не проводилось подобных исследований на людях. Конечно, существовали отдельные сведения о том, что угри проходят, если пить сок из ягод барбариса. Поэтому исследователи решили проверить это. При помощи рандомизированного плацебо-контролируемого клинического исследования, основанного на двойном слепом методе, в котором участвовали 50 подростков в возрасте от 12 до 17 лет с акне средней и тяжёлой степени. Половина из них получала таблетку сахара. Вторая половина – дозу сухих ягод барбариса, равную примерно одной чайной ложке три раза в день в течение месяца. Результаты были впечатляющими. Четыре недели на плацебо не привели ни к каким изменениям. Столько же прыщей, как и раньше. Но в группе, получавшей барбарис, количество угрей уменьшилось на 43%, и примерно на 45% уменьшилось количество воспалённых прыщей. Это ошеломительно. И при этом ложка таких ягод стоит около 8 центов. О побочных эффектах не сообщалось. Эти ягоды в любом случае полезны. Единственное возможное противопоказание, которое я смог найти – употребление этих ягод во время беременности. И мы не располагаем достаточными данными по поводу потребления барбариса во время кормления грудью. Поэтому лучше воздержаться от употребления этих ягод в период грудного вскармливания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!